Около 10 тысяч кыргызстанцев вместо ожидаемых организаторами пяти собрались сегодня на площади Аллато, чтобы посмотреть парад в честь 25-летия республики. В праздничном шествии принимали участие автомашины, военная и авиационная техника. Президент Алмазбек Атамбаев поздравил жителей страны с главным государственным праздником. Он отметил, что кыргызстанцы немало пережили на пути к становлению государственности, и лишь благодаря их терпению и трудолюбию самый сложный период для страны остался позади. Строятся новые дороги, новые школы. Мы начали забывать, что такое отключение света. В нашем отечестве установилось единство и мир. Теперь нам надо поднимать экономику. Только в мирную страну будут приходить инвестиции и капитал. Только тогда будут открываться новые предприятия, создаваться новые рабочие места. Только тогда можно говорить об увеличении пенсии и зарплат. Наше счастье в единстве. Мы должны думать о народе, а не об отдельных родах и племенах. Мы должны быть единым обществом, а не раздробленными общинами. Сейчас ситуация в мире и регионе непростая. Сейчас, когда некоторые силы хотят отнять нашу землю, когда усиливаются экстремизм и терроризм, нам как никогда необходимо хранить наше единство и согласие. Мы не должны идти на поводу у политиков-разрушителей. Также президент отметил, что для того, чтобы государство было крепким и нерушимым, народ должен быть объединен общей целью. Дорогой мой народ, нам следует научиться благодарить Бога за то, что имеем. Наш народ живет не хуже, чем в соседних странах. Мы нашли путь к светлому будущему. Конечно, не все сразу удается, но мы на верном пути. Я верю, что мы оставим своим потомкам демократическое, свободное и благополучное государство. Уважаемые участники торжества, уважаемые соотечественники, уважаемые солдаты, сержанты, офицеры и генералы. Всех вас поздравляю с нашим святым праздником. Пусть наш народ будет един, земля наша благодатной. Пусть Всевышний хранит нас от несчастий. Да здравствует независимый Кыргызстан. Ура! 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 18 военных расчетов, более полутора тысяч служащих, стройными колоннами маршировали по площади. Стройные ряды военнослужащих сменила военная техника. УАЗы, гаубицы Д-30, БТРы, танки Е-72, гусеничные боевые машины пехоты, БМП-52, самоходные установки, в простонародье называемые «шилки», ну и, конечно же, «катюши». Всего более 80 единиц военной техники. Гвоздем программы стало появление вертолетов Ми-8 и Ми-24. Чтобы не допустить ни единой ошибки, готовиться к параду военные начали еще с 4 апреля. На сегодняшнюю подготовку...